всем привет дорогие друзья я приветствую вас из солнечной испании после того как санитарный контроль сообщил о наличии вируса гепатита а в клубнике из марокко я решила немножко исследовать тему ну для начала вирус гепатита очень распространен в мире основные регионы с особо высоким уровнем гепатита это южная азия и африка единожды переболев человек приобретает иммунитет на всю жизнь но гепатита а может протекать как бессимптомно например в африке многие дети болеют бессимптомно так и с тяжелым течением болезней вплоть до летального исхода каким образом передается гепатит а гепатита передается в основном орально-фекальным путем то есть через загрязненную фекалиями воду и продукты питания а также при очень тесном контакте вот прямо скажем при сексе с инфицированным человеком также при несчастном стечении обстоятельств можно заразиться гепатитом а и в бассейне оказавшиеся зараженной клубника из марокко это на самом деле лишь вершина айсберга потому что например по статистике 2022 года в испанию из марокко было ввезено 800 тысяч тонн продуктов питания зачастую мы покупаем продукты совершенно не подозревая о их африканском происхождении давайте посмотрим таблицу моллюски осьминоги каракатицы кальмары ракушки 50 процентов всего рынка в испании киви хурма 19 процентов прочие овощи 41 процент помидоры 31 процент помидоров это из марокко ракообразные 76 процентов из марокко дыни и арбузы 50 процентов из марокко рыба свежая или охлажденная 44 процента из марокко случай с клубникой подозревает что было были использованы фекальные воды кроме того что непонятно какой водой поливают плантации в марокко там еще я не уверена какой существует контроль за расходом удобрений например египте там абсолютно никто не следит сколько удобрений было заброшено на поля я не уверена что в марокко ситуация сильно отлично от египетской хотелось бы чтобы правительство ес усилила контролью за качеством продуктов на границах ес чтобы мы были уверены что продукты не соответствующие нормы ес не попадают на наш стол весь на границах ес санитарный контроль проходит мизерная часть потока продуктов которые идет в ес извне а как узнать в какой стране произведен продукт существует штрих-код из списка кодов и н и где первые две цифры соответствуют стране производителю или поставщику например для испании это цифра 84 а для марокко 811 и дальше идут там десяток цифр различных в зависимости от товара и страны производители но что интересно штрих-код есть страна есть но в этом коде объединены и производитель и поставщик то есть ничто не истошает испанского поставщику привести клубнику в испании и код уже будет пожалуйста соответствовать испанской стране производителю или поставщику я пошла супермаркет и так клубника указана страна производитель испания штрих-код начинается с двойки это для внутреннего употребления либо стране либо в компании все нормально то же самое с малиной испанская малина штрих-код начинается с двойки а вот с одного черника из марокко указана страна производитель марокко а штрих-код испания обратим внимание что производитель и поставщик это суть разные вещи однако в списке они объединены под одним номером хотелось бы думать что случай с марокканской клубникой и с гепатитом а это единичный случай в ес мол африка накосячила но на самом деле такое случалось и прежде за последние четыре года вирус гепатита был обнаружен и в живых мидиях из италии и в замороженной садовые черники из польши в замороженных фруктах из бельгии в малине из болгарии в моллюсках из италии и сушеных помидорах из турции казалось бы заморозка должна убивать вирусы однако случай с гепатитом а заморозка его не убивает этот вирус очень стойкий и живучий он может быть жизнеспособным в окружающей среде достаточно долго чтобы убить вирус гепатита а продукты нужно нагревать при температуре больше 85 градусов в течение одной минуты обращение с пищевыми продуктами инфицированных людей продолжает являться основным способом заражения продуктов гепатитом а вирус очень распространен в африке и в южной азии потом оттуда приезжают люди работать в испанию об этом я уже рассказывала ссылку на мое видео вы найдете в описании и вот люди работают в полях туалет под кустом руки мыть нечем и таким образом вирус распространяется грязными руками перебирают фрукты и овощи и заражают продукты питания ученые считают для из оптимальной стратегии профилактики гепатита была бы вакцинация работников соприкасающихся с продуктами питания в том числе на полях и и на складах в магазине везде но почему-то я думаю что те нелегалы которые лишь время от рения безо всякого договора работают на этих полях попадут в эту программу вакцинации от гепатита а эта прививка совершенно безопасная и она вводится в два приема и обеспечивает защиту практически на всю жизнь также переболевший гепатитом он тоже получает иммунитет на на всю жизнь сделать прививку от гепатита рекомендуется тем кто путешествует в третьи страны которые которые по состоянию здоровья находится в группе риска у кого больная печень существует также объединенная прививка от гепатита а и гепатита b она вводится в три приема от гепатита а у меня точно есть насчет гепатита b нужно проверить жизнь такая что не знаешь откуда ждать подвох ну и конечно продукты питания нужно выбирать тщательней уже давно в есть идет речь что многие продукты питания фальсифицируются подделаются даже вот известные бренды которые мы покупаем в супермаркетах в больших линиях и нет никакой уверенности что это именно оливковое масло например того бренда за который мы платим а не какое-то поддельное эти поддельные продукты питания они тоже стали довольно таки распространены проблемой в ес когда есть в третью страну то знаешь сырую воду пить нельзя напитки со льдом пить нельзя холодные десерты есть нельзя майонезы есть нельзя фрукты и овощи который сам не выпал мы мало бутилированной водой нельзя но теперь нужно и в европе кое-где проявлять бдительность надеюсь это видео было полезно для вас раз уж вы досмотрели до конца на этом я с вами прощаюсь желаю всем здоровья и мира благодарю за внимание и до новых встреч всем пока